Бродячие собаки стали большой проблемой России. Участились трагические случаи, связанные с нападением бездомных животных на людей. Так, 4 февраля в Астрахани стая бродячих собак погналась за тремя школьницами. Одной девочке не повезло, на нее животные все-таки набросились, но ей удалось отбиться. 6 февраля бродячая собака покусала 7-летнего мальчика в Челябинске. А две недели назад в Забайкальском селе Домна случилась жуткая история. Стая собак насмерть загрызла 7-летнего ребенка. Нападение – это как раз такой итог взаимоотношения случайно оказавшегося на тропе в сумерках человека с пакетами из магазина, цвет которых очень хорошо знают бродячие собаки, потому что они наши санитары города Владивостока. Они знают, где овощи хранятся, а где несут полуфабрикаты или даже готовые продукты, которые тут же можно съесть. Потому при нападении собак человек должен знать прекрасно, если у него есть пакет с едой, он практически спасен. Его надо срочно отбросить от себя как можно дальше. Решение проблемы уличных собак с удвоенной силой обсуждают на всех уровнях власти. Для эффективного решения этого вопроса на территории Приморского края введен режим повышенной готовности. Мы пообщались с кинологом, который рассказал о главных действиях при угрозе нападения агрессивной собаки. Действия наши должны быть спокойными. Самое главное, не надо кричать, паниковать, особенно задом от них убегать, спиной к ним. Именно найти место такое, что если есть у нас дерево какое-нибудь или там забор, здание, объект. Показать себя, что вы выше, вдруг это если ребенок, поднять какую-то емкость и требовать от них жестко, не просто там кричать, ругаться. Требовать, чтобы они остановились, пошли вон, имитировать что-то подняли. Но всегда, чтобы тыл у вас был прикрытый. Это самое главное. Но если уже и какое-то есть нападение, то желательно им что-то отдать. Обычно они забирают, трепают, им это достаточно. Дальше они уже не лезут. То есть они удовлетворились, что кусок какой-то забрали. Но не стоит забывать, что бездомные животные – это следствие безответственного отношения человека. Можно сколько угодно заниматься отловом, стерилизацией, отстрелом безнадзорных собак. Но главная проблема во всем этом, что животные регулярно лишаются своих домов. Просто потому, что надоели своим хозяевам. Все равно мы сталкиваемся с тем, что стая, она когда-то была же из двух, из трех собак. А потом становится 4, 10 и более. А это все происходит от того, что кто-то их подкармливает, кто-то их приумножает. Только люди в этом виноваты. И они знают эти места, где они обитают. Они не кочуют по всему городу. Они в основном ареал выбрали, приумножаются, кто-то их подкармливает. И когда чужой человек попадает туда, который не знает и сразу показывает свой страх, конечно, они пытаются прогнать сперва. Могут, конечно, и покалечить. Давайте быть в ответе за тех, кого мы приручили. Анна Дьякова, Денис Вадеев, Новости на Восьмом.